коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем формацию ложный пробой быстро ложный пробой в плане исполнения это может быть не очень быстро но ложный пробой одним баром два варианта применения как использую я то есть это ложный пробой классический при истощении отара при подходе к какому-то уровню и второй вариант это моя любимая торговая ситуация которую я как бы перетащил в крипту с рынка форекс это ретесты пробитых уровней ретесты пробитых уровней не всегда заканчиваются касаниями не всегда заканчиваются недолетами появлением каких-то лимитных участников которых видно очень часто происходит именно неглубокие ложные пробои и после этого уже происходит продолжение движения по основному направлению ну и начнем наверное с примера классического ложного пробоя в данном случае валютная пара евро-доллар уровень образованный вот этим вот восходящим баром последним после существенного восходящего движения мы остановились на отметке 110 68 после этого сделали небольшой ложный пробой и уехали то есть в этот день торговать сложный пробой части нельзя так как мы закрылись не деку от уровня и движение может быть продолжена после того как отошли от уровня и при повторном подходе коснулись именно 110 68 закрылись далеко вниз то есть происходит так называемое выравнивание и день ложного пробоя открытие очень далеко от уровня отара нет ориентируясь на две точки всегда это уровень именно который мы проводим по бару последнего восходящего либо нисходящего движения и при наличии последующего ложного пробоя это будет 2 отметка относительно которой можно смотреть точки входа единственная с одной оговоркой когда мы видим такую ситуацию то есть у нас происходит восходящее движение мы останавливаемся после этого делаем ложный пробой и уходим появляется второй экстремум относительно которого можно смотреть дальнейшее движение я действую следующим образом я покупать буду только выше максимума а продавать только ниже минимума а вот эту зону я трогать не буду так как это скажем по европейской школе построение уровней определяется именно как некая зона да где можно принимать торговые решения и цена может еще сюда заходить я не хочу в этом участвовать я хочу увидеть цену относительно дневного уровня закрепления и после этого принимать какие-то торговые решения то же самое место на пятиминутке после выхода наверх здесь вот хорошая картиночка что нас поджимали неплохо к тому экстрему который был образован именно ложным пробоем и последующие нисходящее движение закрытие вниз ходить можно как по рынку после закрытия до либо чуть-чуть подождать сейчас у другую ситуацию разберем когда происходит такая небольшая на торговочка и по сути дела вход со стопом сюда не за хвост ложного пробоя с коротеньким если ложный пробой неглубокий и расчетный стоп лосс умещается за хвостом ложного пробоя то безусловно стоп лосс лучше ставить технический в данном случае далековато поэтому очень короткий стопик можно применять ну вот на примере даже если поставить там с учетом волатильности порядка там 15 пунктов стоп лосс то запас хода там 90 пунктов с лишним что даже при таком соотношении более чем 6 к 1 потенциал движения и обратная ситуация когда мы ориентируясь да то есть два уровня выше здесь вот остановились и выше него мы будем покупать а ниже самого дальнего экстрема продавать после того как издалека закрываемся вниз то есть в этот день входа в пробой нет так как издалека и такое паранормальное движение происходит и происходит откат на следующий день откат может быть и через день через два дня спустя некоторое время пробитые какие-то экстремы они но чаще происходят именно ретесты возможность выйти тем участникам которые торгуют там без стопов да либо какие-то но такие вот ситуации то есть дают возможность условно говоря выйти в 0 до моменте значит на пятиминутке тоже само уровень 1167 и вот второй отмечку сделал на 982 то есть с учетом отар дневного у нас от цены закрытия до уровня отар будет исчерпан так как это движение паранормальный расчет не берем но и так вот по запасу входа в принципе там 45 процентов средний ход среднем для крипты быстрый подход есть небольшая остановка и дальнейшее движение здесь характерный момент что мы после отката была попытка роста дальнейшего и попытка не увенчалась успехом данном случае нужно на график вернуться если входить в классический ложный пробой то есть как только цена выходит в предпробойную плоскость сразу вход в данном случае можно входить сел стопом то есть цена останавливается дает время подумать от под уровнем максимально коротенький стоп там укладывается даже в 10 процентов отара за вот эту небольшую на торговочку и мы получаем импульсное движение при выходе в предпробойную плоскость то есть те участники которые над уровнем начинают покупать располагают стопы под уровнем и когда цена возвращается мы ловим стопы покупателей тропы которые заскакивают на ходу а также включение рыночных продавцов которые ждут когда цена вернется обратно тем самым покажет участникам до что в данный момент времени нет интереса продолжать восходящее движение ну это же потенциал хода довольно таки существенный со стопом там порядка 0 4 процента даже если брать движение к старту импульса то 8 процентов хода по сути дела 21 такие сделки чаще будут но сильно больше потенциал чем например сделки там заходов первичный пробой для того чтобы забирать именно первичные импульсное движение до стопы будут почаще то есть но потенциал опять-таки все перекрывает с средним например запасом хода в таких сделках там порядка 10 12 стопов по сути дела можно там 67 стопов подряд там 8 получать но одной сделкой перекрывать главное соблюдать системность и быть уверенным да в том что вы делаете и еще звезды сошлись что говорится там свидетель фибоначо кто торгует уровне коррекции можно также замерять то есть вот эти вот три тесты если кто-то применяет фибоначо там 0 5 618 для захода в данном случае но я говорю звезды сошлись так как 50 процентов отката завершилась как раз на дневном пробитом уровне который был скажем так существенный после очень сильного падения мы остановились поджались и далее поехали вниз ну и опять-таки да если смотреть от со стопом там 0 4 процента мы видим что и 40 процентов там не 40 числа сядили вниз то есть такие вот ситуации когда уровень пробивается и последующее удержание ретест ретест через ложный пробой неглубокий ложный пробой при ретесте хорош тем что мы понимаем куда поставить стоп и нет необходимости тащить стоп куда-то далеко то есть если расчетный умещается за хвостик ставим и не говорится заморачиваемся если ложный пробой глубокий то располагаем стоп лосс на расчетном значении 10-15 процентов аватар если мы рассматриваем дальнейшее движение по основному да то есть у нас основное движение вниз тренд нисходящий ретест пробитого уровня и продолжение движения то есть такие вот картиночки это скажем так ну такие базовые модельки работает абсолютно на любых таймфреймах это может быть есть кто любит торговать интродэй то есть далеко там за примером хотите надо вот ну в каше понятно торговли нет когда происходят какие-то импульсные движения пожалуйста экстремум уход вниз мы пробиваем через такой запил то есть не чистый проход но затем все равно возвращаемся к пробитому уровню и движение продолжается то есть пожалуйста пятиминутка ищем такие ситуации лучше чтобы пробои были импульсные чистые то есть когда вот такая история возможно что здесь те участники которые пытались продавать уже полностью выходит из позиций и ждать что мы на ретесте получим рыночное закрытие по безубытку тем самым в данном случае продаж и какое-то продолжение движения я бы не стал но на истории все красиво нужно на осмотренность любые говорю абсолютно любые моменты да опять таки пошли наверх ложный пробой очень коротенький стопы и продолжение движения тем более что мы по сути дела перебили откат после вот этого очень сильного падения границы отката невозможно сделать перелов и мы уходим выше отката то есть в моменте картиночка становится ланговая так как отсутствует продавец который удерживает цену от дальнейшего роста вот на сегодня все надеюсь было интересно применяйте в торговле используйте обязательно стоп лосса и сделочки на ложный пробой обладают достаточно серьезно потенциалом движении это можно использовать свою пользу пока пока